В России окончательно принят закон, который меняет порядок назначения повышенных детских пособий. С 1 января 2020 года вносятся изменения, которые позволят получать более высокие детские пособия большему количеству семей. Разбираемся в главных нюансах закона о детских пособиях прямо сейчас. Повышенные пособия на детей появились в России с начала 2018 года. Их смогли получать родители первого или второго ребенка в семье, который родился начиная с этой даты. Но для этого семья должна была быть признана нуждающейся в них. Критерием нуждаемости является средний доход в полтора прожиточных минимума по региону проживания семьи на каждого ее члена. То есть для семей из трех человек, родителей, первый ребенок, это 4,5 региональных прожиточных минимума. С 2020 года порядок назначения повышенных детских пособий меняется так, чтобы право на выводу получило больше семей. Первое, что меняется, это критерий нуждаемости. Если в этом году средний душевой доход семьи, который имеет право на выплату, должен не превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал прошлого года, то в 2020 году доход семьи не должен будет превышать двухкратную величину прожиточного минимума. Соответственно, размер этот увеличится и количество семей, которые смогут иметь право на данную выплату, также увеличится. Ежемесячная выплата выплачивается в размере от ожиточного минимума ребенка за второй квартал прошлого года и, соответственно, она изменится. Если в этом году мы ориентируемся на второй квартал 2018, то в следующем году будет второй квартал 2019 и выплата увеличится. Второе важнейшее изменение – пособие будет выплачиваться не до полутора лет, как сейчас, а до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Меняется также порядок подтверждения права на пособие. Сейчас оно назначается на один календарный год, после чего снова нужно собрать справки о доходах. С 2020 года пособие будет назначаться до очередного дня рождения ребенка, независимо от того, когда именно на него подано заявление. Сейчас выплата положена до полутора лет исполнения ребенку, на год, потом еще полгода, то с 2020 года это будет выплата производиться до трехлетнего возраста ребенка, на год, до двух лет и далее до трех лет, то есть тремя периодами. Подать заявление можно в любое время до достижения возраста ребенку трех лет. Для получения выплаты – паспорт, свидетельство о рождении детей и доходы, подтверждающие. Если родился первый ребенок, выплаты осуществляет территориальные органы социальной защиты населения. За второго ребенка выплаты идут из средств материнского капитала, соответственно, это территориальные органы пенсионного фонда, клиентские службы, многофункциональные центры принимают документы. Или через личный кабинет подается заявление. Отметим, что в этом году в Тверской области получателями таких выплат стали более полутора тысяч человек. С началом действия изменений количество получателей выплат увеличится. Есть семьи, у которых доход был именно на грани, поэтому они не смогли реализовать свое право, но уже с нового года они смогут повторно написать заявление и стать получателями пособий.